Покажи первую сделку, я увижу, что есть результат, я заплачу тебе процент по этой сделке. Потом ты скажешь, Юра, я готов, вот у меня получилось, я уже понял, как это происходит. Я готов 10 франшиз тебе продать, допустим, за месяц, в Омске, в Новосибирске, в Челябинске, в Екатеринбурге, в Кемерово и так далее. Возьми свой регион, Урал и так далее, Урал, Сибирь. И я могу, ну я хочу такую-то зарплату, вот я хочу такую-то зарплату, я хочу столько-то денег, нет проблем, мы подпишем с тобой контракт официальный, все это будет прописано на русском языке, росписи будут стоять, я все выполню, и ты должен тоже с этой стороны все выполнить. Если у тебя там не получится что-то, значит мы пересмотрим потом контракт и так далее. Но надо показать себя, а потому что таких людей, как ты, звонит мне 100 человек в день, понимаешь? Я хочу, я умею, я 500 человек руководил, у меня 5 высших образований, покажи себя, покажи себя, я даю возможность зарабатывать, но надо показать. Ясно, тогда, ну это понял я, сейчас есть какие-то франшизеры по вот этой территории? Нету, 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 в том-то и дело, что нету. Украина в основном у нас, нету, нам нужен, нам нужен этот регион, очень нужен. У нас есть специальные программы для IT-предпринимателей, у нас есть программы по кредитованию в американских банках, это все эксклюзивы, которые вообще никто не предлагает на территории России. И это все работает, это все абсолютно... Согласен, это все очень интересно, тем более дальше стартапы, вот это тоже у меня, это было связано... Программа для стартапов, просто люди о нас не знают, что там этот YouTube, кто там его смотрит, этот YouTube, понимаешь? Это очень мало, YouTube и сайты, это очень все равно мало, людям надо лично доносить, поэтому мы строим сеть франчайзеров, чтобы в регионе, в каждом, у нас был представитель, который доносил все наши услуги лично до предпринимателей своего региона. Ну, давай, договорились. Хочу попросить все-таки еще раз в переписке, просил какие-либо материалы, которые я мог бы распечатать. На сайтах, все только на сайтах, печатных материалов у нас нету никаких. Можем дать, можем дать тебе баннера, вот, у нас есть баннера, вот, я могу тебе дать нашего дизайнера, он тебе сбросит пакеты баннеров, вот, ну вот сбросил тебе один из образец, разцов сейчас, вайбер, посмотреть. Вот такие баннера есть, да. Потому что они все от меня требуют, да, эти информацию, ну, вот, короче, какую-то бумажку им, потому что, ну, с интернетом все-таки у нас публика не очень другая. Ну, те, кто не дружит с интернетом, они нам не нужны, лучше их отбегать темным коридором. У него деньги есть, я вчера разговаривал с одним хозяином агентства, выяснилось в конце, что у него есть деньги. Ну что, он не может пользоваться интернетом, если у него есть деньги? Ну, как он пользуется интернетом? Ну, нет, 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 он телевизором, наверное, больше пользуется, чем интернетом. Хотя деньги у него есть, ну, я не знаю, ну, сядь с ним с ноутбуком, открой ему сайт и покажи ему все. Все, лучше всего сайт. Материалы, которые есть, печатные, я тебе дам, но такого общего буклета у нас нет. Все, давай, Саш, на связи. Хорошо, я тебе сейчас дам Мишу, сбросишь ему сообщение, Миша, вайпер, он тебе сбросит все наши баннера. Сбросил уже. Все, давай, пока. Пока. Давай, на связи. На связи.